19 часов и 4 минуты в российской столице. Вечер добрый, господа. Это Финам-ФМ, ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время». У микрофона Юрия Пранько. Сегодня у нас будет очень важная и крайне интересная тема. Но прежде я представлю моих гостей. Это гости Тамара Марчакова, судья Конституционного суда России в отставке. Тамара Георгиевна, вечер добрый. Добрый вечер. И Вадим Прохоров, известный московский адвокат. Вадим Ратвий, добрый вечер. Добрый вечер. Напомню, средства коммуникации 65 10 99 6, код Москвы 495 для звонков. Финам.фм, наш портал в интернете для ваших писем с вопросами, комментариями и мнениями. Там же идет и прямая веб-трансляция. Можете нас слушать и смотреть, что вам удобно. Вот в том положении, где вы сейчас находитесь. Ну и кроме того, можете пользоваться также моим личным аккаунтом в Твиттере, туда направлять свои мнения и вопросы. Если это не репрессии, то что? Вот тема нашего разговора. Тамара Георгиевна, я хочу начать с правового аспекта. Вот на ваш взгляд, внешнее законодательство вообще предполагает или позволяет укатывать людей с отличным мнением, например, от власти придержащих, что называется, в асфальт? Ну, я не стала бы пользоваться такими формулировками. Я больше люблю такие, которые ближе к юриспруденции. На бытовой уровень мне трудно переходить. Но это, конечно, ситуация, в которой законодательство позволяет действовать представителям государства произвольно. Я считаю, что это обвинение может быть более страшное, чем то, которое вы употребили. Да, потому что здесь более в вашей интерпретации речь идет о каких-то экстраординарных случаях, потому что все-таки, как бы много преступлений не было, то, что вы назвали укатыванием в асфальт, это просто преступление. Но это не всеобщее явление, которое, можно сказать, является поражающим абсолютно всеобщественные отношения. А произвол — это то, что поражает всеобщественные отношения. А основа этого произвола, она в недействующих законах или в интерпретациях? И ни в том, и ни в другом, потому что действующие законы иногда во многом лучше, чем правоприменение. Но беда российской правовой системы заключается в том, что в ней никогда правоприменение не поправляло ошибки, упущения, неточности законодателя. Дело в том, что законодатель вообще не может быть абсолютно точным по природе самой нормы. Она не может описывать очень точно все ситуации, которым она должна применяться. И поэтому очень большая роль принадлежит интерпретации нормы. Но у нас в правовой системе нет механизма, нет инструмента, который обеспечивал бы соответственную интерпретацию нормы. Потому что таким инструментом являются только правовые принципы. А страна долго развивалась в условиях абсолютно нормативистского отношения к тому, что есть право. Считалось, что право – это буква, которая стоит в тексте закона. Она на вопросы не может полностью отвечать. Поэтому в любой норме всегда есть определенные возможности для дискретности правоприменителя. Ну, я бы сказала, что эта практика, она становится еще более пагубной, потому что сама законодательная деятельность и законодательная техника резко падает в своем качестве. И потому что даже такие вещи, как необходимость обоснования проектов, я уж не говорю об их глубокой проработке и экспертизе тем более, уже давно не популярная вещь в рядах наших законодателей. Поэтому законы, они скороспелки, как правило, на потребу дня. Но нужно понять, кому они служат, когда мы говорим на потребу дня. Чаще всего они служат власти или тем, кто близок к власти. Ну, вот, и это беда. И это последствия имеет далеко идущие последствия. Конечно, это имеет далеко идущие последствия. Ну, во-первых, конечно, я прежде всего хотел бы согласиться с уважением Тамарой Георгиевной. Проблема в том, что действительно вопрос правоприменения стоит очень остро. Но вот мне, например, кажется, по тем отраслям, которые мне наиболее знакомы, например, избирательное право, что в России в течение последних 10, примерно 10 лет идет мощный откат и в плане законодательной техники и законодательства тоже. Ну, в частности, избирательное право к 2002 году, вот в период, когда Центр избирком возглавлял Вишняков, во многом занимался выработкой этого законодательства, оно, мне кажется, сложилось во вполне достаточно стройную систему, безусловно, с определенными недостатками, но которые можно было совершенствовать. И примерно с 2002 года пошел полный откат. Как мы помним, 2004 год, воспользовавшись страшной трагедией в Беслане, отменили выбор губернаторов. Сейчас, правда, их опять и будет, но уже с фильтрами так называемыми муниципальными совсем не то. Общественные объединения были исключены из числа наблюдателей на выборах. Количество подписных листов, которые могут быть забракованы, снизилось с 20% до 5%, то есть практически в пределах статистической прогрешности отменен, избирательный залог и так далее, и так далее. То есть можно перечислять очень долго, сейчас реально могут выдвинуться только те кандидаты, которые так или иначе устраивают власть. К сожалению, это имеет место быть, и законодательство тоже откатывается по всем фронтам. Примерно то же самое в какой-то мере можно отнести и к сфере конституционного, или, скажем, шире, может быть, публичного права, то есть в плане законодательства политических партий, которая сначала повысилась с 10 тысяч человек до 50 тысяч, правда сейчас опять резко снизилась, такой по синусоиде, такая имитация, знаете, имитация какой-то реформаторской деятельности. То есть имитация по выборам губернаторов, имитация по политическим партям. Совершенно верно, и в данном случае... Страна сплошной имитации. Я вот, может быть, позволю себе действительно в большей мере согласиться с вами, это действительно в какой-то мере закатывание общественной жизни в асфальт. То есть никак иначе это назвать сложно. В уголовно-процессуальной сфере мы видим, какие последнее время принимаются изменения по расширению понятий измена родине, то есть масса других. Не говоря уже о количестве оправдательных приговоров, которые значительно ниже статистической погрешности. Ну, это вопрос правоприменения, но тем не менее. Для справки, сейчас колеблется, по моим данным, ну, вернее, по данным судебного департамента, и соответствующих статистических данных от 0,5 до 0,7%. Количество, то есть 5-7 человек из тысячи. Для справки, вот некоторые исследователи полагают, что в 49-м году было порядка 9%. Я совершенно не сторонник сталинского режима, абсолютно, как вы понимаете. Но просто, скажем так, некачественная работа следствия во многом не допускалась даже в большей мере, чем сейчас. 51-й год, 6 с лишним процентов оправдательных приговоров. Опять же, не в хвалу тому режиму, потому что нормальная это порядка 20-30%, который был в пореформенной России, конца 19-го века и так далее. Но то, что сейчас, это просто не поддается никакому. 0,5-0,7%. Вообще-то, в отдельные годы гораздо меньше. Есть годы 0,2 последние, 0,3%. Ну, это вот... 0,7-0,5% это уже почти что достижение. Тамара Георгиевна, и вы мне говорите, что не укатывают в асфальт. Укатывают кое-куда и очень жестко, по-моему. Да, это безусловно. И здесь, конечно, колоссальная ответственность. Я бы хотела сказать, а на самом деле просто уже вина лежит на органах правоохранительной системы, которая, вот даже если, как Вадим это сравнивал, сравнивать с советскими временами, находится на такой жуткой стадии профессионализма и нормального юридического правового отношения к соблюдению законодательства, что тут не о чем практически рассуждать. Это органы, которые творят произвол каждый день. И более того, что такое на самом деле расследование, допустим, что такое настоящее судебное следствие, судебное разбирательство, уже не знает никто. Следователь не знает, что он должен по уголовному делу доказывать вину. Ему это даже не приходит в голову. Он доказывает какие-то факты, которые с его точки зрения и есть некое преступное деяние. Но чаще он вообще их не доказывает, а он их выдумывает. К сожалению, это не исключительные случаи, а статистика. Нормальная правомерная деятельность, она оценивается как правонарушающая. То есть уголовный закон уже не служит инструментом для того, чтобы отделить правомерное поведение от неправомерного поведения. Правомерные гражданско-правовые сделки, любые, могут быть представлены как мошенничество, как еще какие-то невероятные составы преступлений. И, ну, юридическое лицо просто может стать по мановению палочки преступной организации, хотя люди работают вместе, потому что у них такая общая функция. Да, организованная преступная группа. Почти что преступное сообщество. И отделение одного от другого, вот всех этих понятий, допустим, которые характерны для совершения преступлений по уголовному кодексу, в группе так называемой, это полностью лежит на усмотрение, на отданное усмотрение правоохранительной системы. Хотят так квалифицируют, хотят иначе. И главное, что практически невозможно защититься, если есть какое-то соображение, что нужно вот с этим человеком покончить таким образом. С ним будет покончено. Это самое страшное. Я предполагал, конечно, что у нас будет очень сложный разговор, но что у меня уши и просто вот завянута волосы поднимутся дыбом, да, с первых секунд я не знал. Сейчас короткий выпуск новостей. 19 часов 17 минут. Это реальное время Финам.ФМ. Если это не репрессии, то что? Говорим о правоприменении в России вообще. Вот где законы в нашей стране? Здесь Тамара Марщакова, судья Конституционного суда России, в отставке, и адвоката Вадим Прохоров. Пишите на финам.фм. Так вот я хочу и, Вадим, продолжить эту тему. Вот мы стали свидетелями реформы правоохранительной системы. Я читал кучу докладов об ее успешности. Предыдущий министр докладывал внутренние дела об этом. В общем-то, третий президент России, она не премьер, говорил о том, что она прошла. Ну, я так понимаю, что то, что вы представили, это с точностью да наоборот. То есть кроме сбития вывеса, которое обошлось не в рубль 20, кстати, да, больше ничего нет. То есть ситуация усугубляется? Ситуация усугубляется. И причина кадровый состав? Ну, не только кадровый состав этих органов. Причина, на самом деле, я вот во всяком случае так считаю, в состоянии российской судебной власти. Потому что... Коррелирует. Не столько коррелирует, сколько судебная власть должна это исключать. Представьте себе, вам в суд принесли, как судье, макулатуру, фальсификацию, которой ничего нет, просто названо это преступлением. Если судья в состоянии быть судьей в подлинном смысле этого слова, это не проходит. Это не проходит один, раз, два, десять. Это перестают приносить. Но нет единственного эффективного способа контроля за всем этим безобразием, простите, кроме такого, как судебный контроль. Его нет. Вот пусть я буду выглядеть романтиком, да, в прямом эфире своей программы. Но что значит приносят макулатуру? Ну, как это? Подшито много страниц. Так. Подшито очень много страниц. Часто документы, не имеющие никакого отношения к тому факту, который должен быть доказан. Часто такие, которые ни о чем не свидетельствуют. Если судья в приговоре пишет, что вина такого-то доказывается показаниями свидетелей таких-то, таких-то, а эти свидетели говорят, что они там не были, не видели и не слышали, понимаете, это не сказки. Если это конкретные дела, в которых так написано, то судебный контроль вообще не состоялся. Раз он не состоялся, какая разница? Можно нести что угодно, если это очень надо. Из ложно понятых интересов государства или из собственных, ведомственных интересов. Или даже из интересов своего кармана. Потому что часто привлечение к уголовной ответственности, раз уж мы затронули эту тему, оно имеет цель послужить на самом деле собственному обогащению тех, кто его ведет. А что такое вообще, вообще даже норма закона, которая раньше требовала обязательного при наличии сигнала о преступлении возбуждения уголовного дела. Потому что существовал в советские времена такой принцип, который назывался принципом законности или легальности, но во всяком случае он противопоставлялся принципу целесообразности. Теперь же этого нет, и значит каждый человек, который должен решить вопрос о том, возбуждать ему дело, не возбуждать ему дело, он делает это, исходя из каких-то других соображений, не из публичного интереса, что преследовать нужно действительно любую ситуацию, где возможно совершено преступление. Преследовать и исследовать ее, потом уже назначать меры ответственности. А он может исследовать или не исследовать. Но он же совершает преступление, разве нет? Согласно закону нашему, процессуальному, вроде бы и нет. Я в свое время настаивала очень на том, вот по-моему на этом сейчас настаивает новый министр МВД. А я как-то даже подискутировала на эту тему с Владимиром Владимировичем Путиным. Потому что предлагала, чтобы в законе было ясно написано, любой сигнал о преступлении должен вести к возбуждению уголовного дела, для того, чтобы сигнал этот был проверен, для того, чтобы те, кого могут подозревать, получили возможность в процедурных формах возражать, защищаться, с тем, чтобы, когда не подтвердится подозрение, автоматом дело прекращалось, и это не было никому никаким негативным показателем в работе. И что вам господин президент ответил? Он мне ответил как раз вот приблизительно то, что понимают по этому поводу правоохранительные органы. Он мне сказал, а вы не боитесь, что у нас тогда будет очень много возбужденных дел? Ведь потом должно последовать что-то. Значит, с его точки зрения, раз оно было возбуждено, то уже потом никак не прекратится. Я сказала, нет, я не боюсь, потому что во всех случаях, когда проверка ничего не дала, оно будет прекращено. Ну вот теперь министр внутренних дел, новый, в качестве одного из пяти пунктов своего представления о том, что нужно еще изменить в системе МВД, назвал именно это возбуждение дела по каждому случаю, который свидетельствует о возможном совершении преступления, по каждому сигналу. Ну, нас же здесь еще мучает наше пристрастие к статистике. Нам нужно очень обязательно тщательно посчитать, кто сколько сделал на работе, да, сколько возбуждено, сколько доведено до суда дел, да, сколько посадок. То есть за эту статистику трясут? Где посадки, спрашивает руководство, да, значит, требуют отчитаться от всей этой системы тем, что они привлекли кого-то к ответственности. Упаси бог прекратить дело, если уж оно возбуждено, его будут тянуть изо всех сил, хотя там ничего нет. Так а в чем мотивация? А мотивация показать, как мы хорошо работаем, как мы много преступлений раскрыли. То есть не соблюдение закона, а вот, как вы говорите, принцип целесообразности? Это не принцип целесообразности, это уже прямое злоупотребление тем, что они должны делать, потому что целесообразность не всегда предполагает прямое злоупотребление. Хотя она всегда, если она провозглашается как принцип, есть определенное искушение для коррупционеров. Определенное искушение. А здесь просто речь идет о том, что мы изображаем движение. Вот вы уже сказали об имитации. Вот мы изображаем борьбу с такими негативными явлениями, как преступление. Мы изображаем еще многое, чего другое. Мы изображаем правосудие, которое на самом деле нет, не состоялось. Вообще, у меня слов нет, Вадим, а вот вы же в своей практике в ежедневном режиме, да, с этим, так я понимаю, сталкивались? Ну, в общем, да, с судами, с правоохранительными органами, да. И что, вот вы видели эти пачки макулатуры? Понимаете, я вот на самом деле очень опасаюсь, как адвокат. Тамара Георгиевна, конечно, права, что может быть правильным, чтобы так было. Но вот эта тема, которую поднял министр о том, что по заявлениям надо возбуждать дела, то есть, по сути, защита прав потерпевших, которая действительно должна быть, и борьба с присутностью, она, возможно, как мне представляется, только при неукоснительном соблюдении презумпции невиновности, чего у нас, безусловно, и в помине нет. Вот именно при том, когда будут оправдательные приговоры в количестве 20-30%, а не как сейчас, ниже погрешности, и при том, что легко будет прекратить дело. Вот не подтвердились факты, прекращается. Пока же этого нет и не намечается. Я думаю, что это... Запуск этого механизма спровоцирует ком. Да, вот я как раз этого очень опасаюсь, именно как практикующий адвокат, что хорошо бы, чтобы при, да, при работающей системе, когда действительно... Ну, простой пример. Опять же, я вот никоим образом не хочу здесь показаться, как какой-то ретроградный сторонник советской власти, которую, в общем, я никогда особо не любил, но, как рассказывал мне один нынешний, сейчас он проректор Академии адвокатуры, а в свое время достаточно известный ветерану БХСС, еще советского времени, полковник, в отставке, что когда ехали на обыск куда-то, в магазин, в какое-нибудь торговое предприятие, еще куда-то, понимаешь, вот он говорил, мы знали, куда мы едем, мы знали, какой мы документ хотим изъять, мы знали, где он, в каком сейфе лежит, под каким документом, и вообще, что лежит под ним. То есть была тщательная оперативная работа, прежде чем вообще кто-то давал разрешение на обыск. Что такое обыск сейчас? Я напомню, что 11 июня, я просто к этому имею отношение, под к называемому болотному делу были проведены, ну, вы знаете, в такой континентальной Европе, наверное, впервые за 70 лет, а если брать восточную Европу, то впервые за 25 лет массовые обыски оппозиции. То есть такого уже Европа от этого, слава богу, отвыкла, и наша страна отвыкла. Когда взяли представители разных течений, левые, правые, Навальные, Удальцов, Немцов, Яш, ну вот у всех, и провели обыски. Как выяснилось потом, на основании неких оперативных данных, что, в принципе, у них что-то может быть. Все, то есть что именно, какие именно предметы, свидетельствующие о возможных преступлениях, еще что-то. Да, ну, Ксению Собчак, конечно, никак не забуду. То есть у многих известных общественных деятелей. То есть, и когда, в общем-то, прямо скажем, ничего не нашли, как выяснилось, мы, разумеется, все это дело обжаловали в суды. А суды заняли позицию, ну вот, значит, в общем, а, короче, отказали в удовлетворении, потому что, да, может быть, ничего не нашли, но зато, раз следствие полагало, что там что-то есть. Мы особо не знали, что мы ищем. Да, мы не знали, что мы ищем, но изымали электронные носители, может, там что-то есть, и доходило до смешного. Ошиблись с квартирой, ну вот, в частности, у моего подопечного Яшина. По Ярославскому шоссе спутали номер квартиры. Приходят, открывает бабушка божия, дуванчик, и там космонавты в полной амуниции, соответственно, следователи с постановлением о выбыске и санкции суда. Она спрашивает, где Яшин? Ну, бабушка-то из того времени, она говорит, слушайте, так Лев Яшин, он давно помер, вратарь-то наш. Понимаете, она слыхом не слыхивала про то, что есть общественный деятель Илья Яшин. Они понимают по ее виду, что не туда попали, с кем-то связываются, находят квартиру, где действительно он снимал помещение, и без всякого постановления суда, в исключительных случаях УПК это позволяет, вламываются туда. Там, правда, тоже ничего не находят, но суд, куда мы обжаловали и то, и другое, и обыск в ненадлежащей квартире, и, соответственно, обыск, который проведен был вообще без судебного постановления, судебного разрешения, суды, Мосгорсуд занимает позицию о том, что, да, в общем-то, все в порядке, в чем проблема. То есть вот эта инициатива, которую в том числе Тамара Георгиевна поддерживает, она спровоцирует. Я боюсь, вы знаете, я абсолютно с вами согласна, но когда мы говорим о том, что вот эту область нам как-то надо реформировать и лучше, ни одна мера отдельно взятая нам не поможет. И это ясно. Мы можем взять другой пример. Вот упоминали здесь уже о так называемых сделках. Но у нас это не сделки, это производство по уголовному делу в особом порядке, когда, собственно, в суде исследование никакое не проводится, потому что в ходе расследования тот человек, который подозревается, все признал и согласился на то, чтобы его дело было передано в суд и разрешено там только в режиме назначения ему, собственно, наказания. Это мера, наверное, что-нибудь может значить в какой-нибудь другой системе. Но разве у нас не умеют добывать признание? Об этом мы поговорим сразу после новостей середины этого часа. Здесь Тамара Морщакова и Вадим Прохоров. 19 часов 31 минута. Здесь в реальном времени на Финам.ФМ. Тамара Морщакова и Вадим Прохоров. Звоните на 65 10 99 6, код Москвы 495. Пишите на финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция. Тамара Георгиевна, и мы, получается, упираемся в судебную власть? Я считаю, что то звено, за которое можно вытащить всю эту систему, вот если мы говорим о сфере правоохранительной и судебной деятельности, это суд. Если только власть признает, признает независимость суда, не на словах, как говорят иногда наши руководители, мы не вмешиваемся. А как это, вот форма этого провозглашения, да? Вот обитатели Кремля, положа руку, я не знаю, на Конституцию, Библию, Коран и Тору, да, вот все вместе взятое, говорят, мы больше не вмешиваемся в судебное дело. Или как? Вот как это должно произойти? Как мы должны это почувствовать? Вы знаете, на самом деле есть несколько способов. Первый, конечно, это личное отношение к суду, но оно со стороны власти, но оно не должно выражаться только в таких фразах, которые мы часто слышим. Нет, к судам мы никаких претензий не рассматриваем на уровне там высших должностных лиц, потому что это независимая система. А всех оппонентов туда отправляем? В общем, там они ничего не получают в ответ. Эти оппоненты, если не получают по полной программе, то, чего они не заслужили, да? Этого, конечно, недовольно. У власти есть и другие способы. Во-первых, конечно, в законодательстве есть масса уловок, которые позволяют делать суд зависимым. Можно назвать примерами. Ну, я назову вам один, зачем нужно продлять полномочия председателей судов так, чтобы они были безграничны и для них отменять, например, такую вещь, как возраст отставки, установленный законом. Ну, ясно, для чего? Чтобы этот председатель мог надеяться на то, что его за пределами, так сказать, определенного возраста все равно оставят председателям, если он будет нравиться, да? Это что, основа для... Это только один пример? Это только один пример. Это основа для укрепления независимости? Безусловно, нет. Я вам скажу о другом примере. Судьям повышают заработную плату. Это очень правильная вещь. Судьи когда-то вообще в нищенском положении были. В конце, так сказать, существования СССР в Великой Державе, суди готовы были бы вставать, потому что есть им было нечего и заседать было негде. В судебных помещениях батареи не топились, да? А теперь они у нас находятся в очень хорошем положении. Они, ну, многие из них, они получают хорошую зарплату. Проектируется сейчас новый закон о квалификационных классах для судей и в связи с этими классами о повышении зарплаты судебным работникам. Что планируется? Увеличение доплат судьям высших судов в пять раз. Пять с лишним раз, начиная с уровня областного суда. А увеличение доплат судьям мировым и районных судов, которые основные судьи, потому что их больше всего, они больше всего рассматривают дел. Совсем в другие разы, на порядке меньше. Понимаете? Значит, это будет крепить какой-то корпус замкнутый высших руководителей. А это решение исполнительной власти? Нет, это закон принимают. Ну, понятно, инициирует исполнительное, принимает законодательное и распространяется на суде. На самом деле инициирует Верховный суд, согласие правительства вносится, потому что это бюджетные расходы. Ну, то есть процедура соблюдается по инициации? Ну, у нас все имитируется, имитируется и процедура, понимаете? Но фактически покупают судьи? Ну, представьте себе, что да. Или, например, существуют требования, ведь судья, каждый судья, он судья в этом конкретном деле, который он рассматривает, он решает все. И он одинаково должен быть независимым, на каком бы уровне он не рассматривал дело. Значит, ну, ниже стоящий судья, он, во-первых, полностью зависит от судебной бюрократии, потому что вышестоящий суд и вышестоящий председатель, он определяет, какой класс будет у судьи у этого, какая у него будет доплата к заработной плате, понимаете? Значит, он в этом смысле совершенно зависим. А во-вторых, он зависим еще в одном аспекте. Решение, которое он вынесет, будет проверять вышестоящий судья и вышестоящий суд. На всех уровнях судебной системы это решение может быть проверено. Если это решение будет признано неправильным, значит, судья может получить любую санкцию, вплоть до лишения статуса. Хотя это законом запрещено наказывать за существо решения по делу. Но если у тебя в течение какого-то календарного периода несколько появилось таких критических, скажем, замечаний или решений в вышестоящем суде, значит, может быть поставлен вопрос о лишении статуса. Что ему делать в этой ситуации? Это такая судебная вертикаль. Да, независимость отстаивать, да? Или ему нужно лучше посмотреть, а какое решение пройдет в этой судебной системе. Значит, независимости, понимаете, получается, что независимости не может быть не только в тех делах, которые имеют значение для власти, но и в тех, которые нерелевантны для нее, а во все мелочевки. А принцип работает. А принцип зависимости от всего от этого работает железно. Судьи, они же просто несчастные люди. Вот они хуже, чем крепостные. Вадим, вы согласны? Да, я полностью согласен. Вот и в московской судебной системе полностью выстроена вот эта вертикаль. А какой независимости там можно говорить? Но те судьи, которые попытались быть независимыми, сейчас-то их уже, в общем, сложно это сказать. Ну, многие фамилии на слуху. Пашин, там в какой-то мире Кудешкина, Меликов, многие другие. А их уже нет, они далеко. Собственно говоря, как только судья пытается быть независимым, судить по закону, а не так, как принято, в соответствии с судебной вертикалью, судейской вертикалью. Его лишают статуса? Да, по тем или иным основаниям, начиная от заволокиту. А любой судья, у которого несколько сотен дел в производстве, я не помню, зампред новой суда рассказал, что 700 или 800 дел, что-то одновременно она ведет. Ну, а говорю, а да, нет, колоссально. 700, 800 дел. Да, 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 судья районного суда, она спрашивает, вот у тебя сколько дел? Я говорю, ну, там 25-30 адвокатских дел параллельно. Говорит, молодец, у меня 700, 800. Все понятно, то есть нагрузка колоссальна, любого судью можно прижать за волокиту, по каким-то иным, потому что он просто реально не успевает, не справляется с этим потоком дел, это факт. И это повод для того, чтобы... Поэтому для вынесения, в том-то все и дело, что для вынесения правосудных приговоров, особенно по уголовным делам или по гражданским делам с политическим потекстом, с каким-то политическим компонентом, вот для этого нужно какое-то реальное давление со стороны, а не для того, чтобы... То есть вынесение правосудного решения, правосудного приговора требует давления сверху. В принципе, судьи и так понимают, какого решения от них ждут. Я охотно верю, я охотно верю, когда говорят, нет, вот данному судье не звонили, он сам пришел к решению вынести приговор, там, Ходорковскому, например, или еще кому-то, то есть по тому или иному общественно значимому делу для власти. Или просто по уголовному делу, которое в любом случае должно закончиться, как мы с вами говорили, обвинительным приговором. Для этого звонка никакого не надо, любой судья знает, что от него ждут. У некоторых журналистов это называется самоцензура. Совершенно верно. Вот для этого не нужно никакого позвоночного права. Судья четко знает, что от него ждут. И мне кажется, откровенно говоря, что здесь все-таки реформированием только судебной власти ничего уже не решить. Здесь нужно, конечно, реформировать полностью всю политическую систему. Вот когда, ну да, действует очень политический режим, надо понимать. В начале 90-х, когда сменился, в общем-то, режим и пошла, я помню, там было постановление Верховного Суда по-моему еще СССР о борьбе с обвинительным уклоном в уголовных делах. Специальное постановление. То есть попытки-то были, да? Попытки были. Это еще когда было больше количества процентов оправдательных. Сейчас их вообще нет. И попыток никаких нет. Поэтому здесь, конечно же, только реформированием судов ограничиться, как мне кажется, нельзя. Надо понимать, что здесь требуется реформирование всего общества, всего, вернее сказать, государственного устройства. Политической системы. Все политической системы. Так с чего начать-то этот клубок распутывать? Ну, понимаете, я совершенно согласна. То есть постановка правильная, да? Но я же тоже, мы же реальные с вами люди, да? В реальной ситуации, в реальной стране с реальными людьми работают. Ну как вот начать эту политическую систему мини? Ну, понимаете. Вот такой вот доминанты, да, стоит. Расширив свои крылья за эти 12 лет по полной программе. Да, конечно, это так. И я совершенно согласна с тем, что очевидно, вот это мое желание, чтобы власть заявила деятельно о том, что она стоит на принципе разделения властей и независимости судебной власти. Очевидно, вот такой ее позиции власти нельзя добиться средствами, связанными с изменением закона или еще с чем-то, да? Это, очевидно, должно быть продиктовано какими-то очень серьезными общественно-политическими процессами. Но я лично считаю, что даже чувство самосохранения у тех, кто осуществляет власть... И я тоже задаюсь этим постоянно вопросом. ...должно продиктовать именно такое отношение. Поэтому, конечно, ну можно ждать переворотов, да? Этого очень не хочется. Не хочется. Потому что это на самом деле разрушение. Разрушение очень многого в обществе. Но именно чувство самосохранения должно обращать к тому, чтобы вот взять и начать с того, чтобы суд сделать независимым. Но этот инстинкт у них не срабатывает. Вот я не знаю почему. Тамара Георгиевна, мы с вами не сговариваемся, да? Я периодически в своих программах задаю вот этот вопрос. Ребят, ну хорошо, вы пилите. Ну хорошо, вы распиливаете. Теперь, значит, у вас там сотнями миллионов, а то и миллиардами все это исчисляется и так далее. Хорошо. Но где у вас принцип-то самосохранения? Почему вы не сработаете в этом направлении? Ответ, не знаете, какой дают? У них нет горизонта планирования на столь длительный период. Правильно. Вот и все. В прежние времена такое слово было, оно очень емкое и очень хлесткое. Временщики. Понимаете? Я жил на севере, я знаю, что это такое. Да? Там многих людей так называли, которые приезжали с материка, да, что называется? Временно. А знаете, временщики превращалась, вот эта временная жизнь, в 25-30 лет. Жизнь проходила вот у этих временщиков. Ну правильно. Вот я боюсь, что и здесь это может повториться. Да, но мы сейчас отвечаем с вами на один вопрос. Почему не срабатывает чувство самосохранения? 25 лет уже многим кажется вполне достаточным, чтобы считать, что жизнь удалась. Понимаете? А на ваш взгляд, вот все-таки что должно тогда произойти? Потому что мы с вами договорились. Хаос нам не нужен. Дебош нам не нужен. Это можно более красиво назвать его в оболочку революции, там, смены и так далее. Что понимать под хаосом, под дебошем, но, извините, смена политического режима проходит в разных вариантах. Я не верю, что здесь все это будет мирно. Желательно, желательно, конечно, мирно. Ну, извините, худо-бедно в девяносто первом году, слава богу, достаточно мирно прошел распад. При всех потрясающих трудностях, но, слава богу, югославского варианта не было. Да, то есть не было войны между республиками, кстати, до недавнего времени. Только в 2009, в 2008 она произошла. Вот, не было много того, что могло быть, слава богу, не было. То есть, видимо, разум, чувство разума как-то возобладало. И сейчас, мне кажется, что когда начались уже проблемы внутри самой элиты, а не только от гражданского общества, которое предъявляет претензии к режиму, я думаю, что мы можем увидеть интересные процессы, которые идут. Все зависит от персоналя. Да, хотя они несколько, это выходит, мне кажется, за пределы нашей темы. Хотя, действительно, вот я лично не вижу иного в данном случае изменения, кроме фундаментального изменения политического режима. Дальше, действительно, судебная система, правоохранительные органы и так далее. То есть, здесь, внутри правоохранительных органов и судебная система, да, конечно, судебная система превалирует. Но сама судебная система без изменения режима меняться не будет. Вот, это совершенно очевидно. Здесь никакого инстинкта, к сожалению, тоже может не сработать. Поэтому... И ждать этого не приходится. Мне кажется, да. Мне кажется, да, поэтому основная работа, ну... Либо мы становимся свидетелями имитаций. Совершенно. Многочисленных имитаций. Ну, на самом деле, власть сразу становится привержена принципу независимости суда, как только она понимает, что она не вечно, и что на смену ей может прийти другая власть. И тогда она понимает, что ей нужна защита на тот случай, когда это случится, когда это произойдет. Это Тамара Марчакова, также здесь Вадим Прохоров. Продолжим после краткого выпуска новостей. 19.47. Это реальное время. Финам.фм. Здесь Тамара Марчакова и Вадим Прохоров. Эту часть мы проведем в интерактивном режиме. Напомню, для звонков на канальный телефон его номер 651099.6, код Москвы 495. Финам.фм. Наш портал в интернете для ваших писем с вопросами, комментариями и мнениями. Там же идет и прямая веб-трансляция. Вообще, я не знаю, как вы, но у меня от всего сегодня сказанного в реальном времени, конечно, волосы дыбом встали. И я вот вообще не понимаю, в какой... Вадим, в какой мы стране живем? Не побоюсь этого слова. В правовом государстве? Ну, нет, конечно. Мы живем в условиях совершенно очевидной авторитарной диктатуры, скатывающейся к тоталитарной, я бы сказал, псевдорелигиозной, такой очень заорганизованной системе власти, от которой мы, слава богу, ушли в свое время. Опять же, какие-нибудь претензии к Советскому Союзу, но во всяком случае, чего-чего, религиозному организму... Вот точно вас сегодня адептом Советского Союза нет по итогам программы. Да вот вы знаете, да, самое главное, ничего, мало что я считаю правильным оттуда, но просто многое из того, что сейчас есть, еще хуже. Вот что самое поразительное. Тамара Георгиевна, в каком государстве мы живем? Мы живем в государстве произвола. Вы знаете, помните, у Гроссмана есть такое замечательное произведение, где он описывает картину ночной Москвы, и на большом очень доме, рекламы тогда было мало, голубыми огнями была высвечена, написана надпись «Госстрах». Вот «Государственный страх». Тогда это так имелось в виду писатели, мы так восприняли читатели. А мы живем в государственном произволе. Можно везде написать как лозунг, если хотите, как характеристику реальности «Государственный произвол». Давайте общаться со слушателями. Вы в эфире. Как вас зовут? Вечер добрый. Алло, здравствуйте, Александр. Да, Александр. Слушаем вас. Это «Финам.ФМ», да? Вы в эфире уже в прямом. А, спасибо большое. Меня зовут Александр. Да, мне 28 лет. Хотел свое впечатление рассказать про суд. Буквально полгода назад я был судился с территориальной избирательной комиссией. И я наблюдал абсолютно, у меня были доказательства того, что выборы были царствированы, но мои факты абсолютно судом не рассматривались. На моей стороне не было никакого административного ресурса. Абсолютно никакие бы не были факты, они не принимались в внимание. Потому что просто я никто. То есть такое... Это я почувствовал очень... То есть, подождите, вам в лицо, что ли, это сказали? Ну, это было, знаете, не в лицо, конечно, но это имелось в виду вполне очевидно. И после заседания суда и прокуроры, и обвиняемые, они говорили, что да, конечно, мы знаем, что переписали протоколы, но в зале суда люди меняются абсолютно и говорят всем другие вещи. Да, Александр, спасибо. Как, господа, прокомментируют? Ну, это совершенно понятная картина, только, может быть, Алексей зря персонифицирует... Александр. Александр. Зря персонифицирует это отношение суда, привязывая его к своей персоне. Нет, это абсолютно такое одинаковое для всех. И в этом смысле равноправие обеспечивается отношение суда к тем, кто идет в суды с такими исками по выборным делам. Есть заранее ясная позиция, ничего из этого удовлетворять нельзя. И какая разница, какие там доказательства приводятся? Это не имеет значения. Но подождите, то есть другими словами. Я сейчас вот просто резко обострю. Когда господин президент говорит, идите в суд, он лжет? Вы знаете, это именно так. И именно это возмущает, потому что... Ну или он проявляет потрясающую наивность, что очень трудно предположить. У человека с большим государственным опытом, в общем-то, это почти невозможно предположить. Но в действительности вариант другой только этот. Никакого варианта другого нет. Потому что судебная защита организована таким образом, каким будет указанно ее осуществить. Вадим, вы согласны? Да. Просто господин президент имеет в виду, что если вам не нравится мой избирком, идите в мой суд. Вот, собственно, вот, собственно, что... А если нам не нравится его суд, то... А если вам не нравится его суд, он напоминает, что якобы за него проголосовало 63% населения, и поэтому, собственно говоря, вопрос таким образом решен, кто... Закольцовка произошла. Да, закольцовка произошла. Мой суд, мой избирком и, собственно, мои выборы. Так что здесь действительно в России порядка трех тысяч территориальных избирательных комиссий. Вот Александр судился с одной из них, и, соответственно, это ровно тот самый случай, когда не надо даже звонков никаких. Суд знает, что не надо удовлетворять это заявление. Вот и все тут и... Если, в общем-то, исполнительная власть не вмешивается. Ну, как не вмешивается? Вот если, не дай бог, удовлетворил бы, не дай бог, для суда, судья районного суда... То что? Ну, с большой долей вероятности... Иногда, иногда такие пробои и проколы случаются в действующей власти. С большой долей вероятности в апелляционном порядке это решение было бы отменено. Вот. А что стало бы с судьей, который вынес это решение? Ну, это отдельный разговор. Видимо, потихонечку этого суд... То, о чем мы говорили, да? Да, лишил бы своих полномочий, либо по-хорошему, уйдя там по заявлению, либо, соответственно, нашли бы какую-нибудь волокиту. Собственно, ровно это и происходит, да, конечно. Ну, это вообще интересно. Ведь, если господин президент у нас юрист, господин премьер у нас юрист, и закончили они не самый плохой университет, прямо скажем. Это такой правовой нигилизм. Или, как вы сказали, Тамара Георгиевна, романтизм наивный, да? Наивный романтизм? Ну, не знание, или, наоборот, знание, но тогда это цинизм. Да, это скорее похоже на цинизм. Если мы с вами говорили, что это ложь, когда говорят, идите в суд, потому что знают заранее, что никакой защиты там найти нельзя. Чтобы там сработала защита, даже если представители власти не хотят конкретного беззакония, они должны позвонить. Ну, я не имею в виду именно использование этого технического средства. Донести. Донести. Ну, про цинизм можно я одну реплику скажу. Вот по поводу всем известное недавнее дело, которым мне сейчас приходится заниматься, это лишение депутатских полномочий одного из депутатов Думы, ну, Геннадия Гудкова в данном случае. Так вот, всем понятно, что полномочий он лишился после участия в массовых акциях протеста, когда он стал неудобным человеком, хотя правящая фракция в Государственной Думе, уж у нее-то там вопрос с бизнесом, как мне кажется, более интересен, мягко сказать. Но вопрос в другом. Когда его лишили полномочий, в данном случае большая группа депутатов обратилась в Конституционный суд. Вот 20 ноября было заседание Конституционного суда, где я имел честь присутствовать и представлять вместе с уважаемой Еленой Борисовной Мизульной и Еленой Анатольевной Лукьяновой вот этих сто, там, тринадцать депутатов, потому что три депутата сняли подписи. И что нам говорит та сторона, то есть представители президента и Госдумы? Они заняли очень интересную позицию. Да, полномочия лишили, но, знаете, как юридический факт. То есть вот мы сочли, что он занимается. То есть это не мера ответственности, это не мера взыскания к нему, а это просто юридический факт. Если депутат, не дай бог, помер, то юридический факт – это свидетельство о смерти, это сам факт. А здесь мы установили якобы, какими способами, кто проверял подлинность документов, что якобы он занимается предпринимательской деятельностью. То есть, вы знаете, выдумываются на ходу совершенно интересные юридические концепции, вроде как... На ходу. На ходу, абсолютно. Которые, ну, по удивленным лицам уважаемых вас судейского состава, я понял, что им придется крепко поломать голову над такой позицией представителя власти, которые вот применили эту норму совершенно с нашей точки зрения, беззаконно. Вот это юридический ход или нет? Это юристы. Я имею в виду в данном случае те, кто, я уж не знаю, где вырабатывалась эта концепция, что его лишили полномочия как юридический факт, а не как меру. Потому что понятно, что если это мера конституционно-правовой ответственности за неправомочное поведение, за занятие предпринимательской деятельности и так далее, нужна процедура определенная, проверка соответствующих документов, а таких возможностей у Думы нет, то есть нужен суд и так далее. Его лишили без суда, значит, давайте изобретем в данном случае концепцию юридического факта. Вот вопрос, что делает профессиональный юрист. То есть не могу тогда не спросить, какова вероятность возвращения депутатского мандата? Насколько я понимаю, Геннадий Владимирович будет в ближайшее время подавать соответствующие заявления в Верховный суд. Вроде бы даже приручить это к годовщине нашей российской конституции 93-го года, 12 декабря. 12 декабря, кстати, это день президент с посланием выступает. Да, вот замечательно. Кстати, этот день перестал быть праздником, выходным днем, праздничным днем. Вот Михаил Александрович Краснов, уважаемый нами, как я понимаю, один из, может, тоже принимавший участие в разработке Конституции, во всяком случае был долгое время советником первого президента России, он выпустил такую красную книгу Конституции несколько лет назад, где примерно половина второй главы Конституции о правах и свободах российского гражданина на тот момент была таким крас-красного цвета, как права, которые находятся под угрозой. Вот сейчас уже не половина, наверное, процентов 90 тех прав и свобод, которые закреплены в этой второй главе, можно считать находящимися под угрозой, как мне кажется. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут, Олег? Добрый вечер, меня зовут Олег. Я хотел бы вашим гостям задать вопрос. Давайте. На их мнение, какой лозунг на данный момент является более актуальным, в связи с тем, что они сказали. За независимые суды или Путин уходи? Спасибо. Это нас в полемику, которая идет в Координационном совете российской оппозиции, втягивают. Ну, пожалуйста, Таня Георгиевна. За независимость судов? Вы знаете, я за независимость судов. И на самом деле можно использовать такие даже юридические меры для того, чтобы все-таки надежд на независимый суд было больше. Нужно из законодательства о статусе судей и из процедурных норм, по которым рассматриваются дела, удалить все то, что ставит судью под угрозу. Вот это такой явный шаг, очевидно, возможный. Конечно, надо смотреть, что получится. И, конечно, это может быть только первый шаг. Но его можно сделать. Это принципиальный шаг. Это Тамара Морщакова. Вадим. Ну, с моей точки зрения, конечно же, реализация первого лозунга за независимые суды возможна только через реализацию второго. Путин уходи. То, о чем мы говорили, действующий политический режим не подразумевает в данном случае независимость судов. Некие суды действовали, извините, и в нацистской Германии. Какие-то. И более того, даже веймарская конституция вполне себе демократическая формально не была отменена до 45-го года. Только она не применялась. Она была отменена, насколько я понимаю, уже союзниками в период оккупации. Поэтому само по себе наличие неких судов и вполне себе приличной конституции не решает вопрос избавления от ужасов политического режима. Поэтому, конечно же, к прискорбию, но разбираться, видимо, все-таки сначала придется режим, а потом параллельно и одновременно с этим уже и судами. Как же мне хочется поддержать Тамару Георгиевну в этом споре, да, и в принципиальном достаточно. И не потому, что я романтик, и не потому, что я как-то вот чего-то опасаюсь. Хотя я могу честно представить. Я и опасаюсь. Мне не нужен дебош ни в отдельно взятой столице, ни в отдельно взятой стране, да. У нас у каждого есть что тереть. Я убежден, по крайней мере, это точно применительно к слушателям Финамо ФМ. Но, наверное, прав Вадим. Если власть не слышит, ну, услышьте, ребята, очевидные вещи, но нельзя по звоночным правам или самоцензурой решать правовые вопросы, ну, вы во что превращаете страну? Беспредел, он имеет ту же точку, где либо точка невозврата возникает, либо точка, которая позволяет опереться и пойти дальше. Спасибо огромное. Тамара Морщакова, Вадим Прохоров были сегодня в реальном времени на Финамо ФМ. Юрий Пронько и до завтра. Мы в реальном времени театре. Мы в OUR Sandra! а в от pays пол ouais, где мы со временем Мы должны恥, в RTX 5 Ores. появилась в плане. Продолжение следует...